Здравствуйте! В эфире программа Крымли в студии Алексея Дорогань. В этом выпуске мы расскажем вам о таких темах. Общественники России подали в Конституционный суд, пытаются доказать, что присоединение Крыма незаконно. Апелляцию по делу Костенко перенесли, нужную медицинскую помощь ему не оказывают. Виноградники Массандры продолжают застраивать. Украина пытается отстоять интересы госпредприятия. Московский инвестор вырубает парк в Гурзуфе. Протестующим местным жителям угрожают судом. Пляжи Николаевки в плачевном состоянии, отдыхающие недовольны уровнем сервиса. Громкое дело. Глава общества защиты прав потребителей России Михаил Аншаков и его коллеги подали жалобу в Конституционный суд на законность принятия в состав России Крыма и Севастополя. Та самая организация, которая вызвала гнев Путина своей памяткой для россиян о том, что надо знать, собираясь посетить Крым. У Конституционного суда России на раздумья времени немало. И российская власть будет искать все способы, чтобы отклонить жалобу. Такой процесс ей не выгоден, ведь имиджевые потери могут быть существенными, считает Аншаков. Присоединение Крыма обжалуют в Конституционном суде России. Жалобу подали председатель общества защиты прав потребителей РФ Михаил Ашанков и его соратники. Они просят признать Конституционный суд несоответствующим статьям 15 и 16 основного закона страны «Закон от 21 марта 2014 года о принятии в Федерацию Крыма и Севастополя». Основание для обращения в суд – отказ Минюста РФ зарегистрировать международное общественное движение «Союз в поддержку российско-украинской дружбы», в составе которого действуют и отделения на территории иностранного государства Украины в Крыму. Минюст сослался на то, что наличие в Крыму этого отделения не подтверждает международный статус организации. Михаил Ашаков отмечает, этот отказ был ожидаемым и главная цель – не зарегистрировать само движение, а получить повод для спаривания закона о принятии Крыма в состав России. В подной жалобе мы ссылаемся на паритет международного права, закрепленный в части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации. Кроме того, на нарушение порядка, предусмотренного федеральным конституционным законом о принятии нового субъекта в Российскую Федерацию, который заключался в отсутствии согласия государства Украина на принятие данных субъектов. С решением о принятии жалобы к рассмотрению, либо об отказе в принятии, Конституционный суд должен определиться в срок не позднее трех месяцев с момента ее регистрации. Рассмотрение апелляции на дело политузника Александра Костенко перенесено на 8 июля. Перенос связан с тем, что подсудимого не известили вовремя о дате рассмотрения дела. Это должны были сделать за 7 суток до заседания. Апелляционную жалобу должен рассматривать так называемый Верховный суд Крыма. В процессе он уже отклонил несколько ходатайств адвоката евромайдановца. Тем временем рука Александра Костенко, которую прооперировали, все еще не сгибается. Напомню, ее сломали сотрудники ФСБ при похищении Александра. Более того, в СИЗО за месяц после операции ему сделали всего 5 перевязок. И процедуры, необходимые для восстановления здоровья, Александру попросту не делают. 30 июня так называемый Верховный суд Крыма должен был рассмотреть апелляцию по делу Александра Костенко. Заседание получилось коротким. Судья зачитала постановление о переносе дела на 8 июля. Одна из причин – несоблюдение сроков извещения сторон процесса. Защита осужденного не была предупреждена о рассмотрении дела за 7 дней, рассказывает Дмитрий Сотников. Также защитой заявлялись ходатайства, в частности, о вызове свидетелей из Украины. Судом было отказано в удовлетворении данного ходатайства. При этом суд сослался на возможность, на вероятность того, что Украина, скорее всего, не будет выполнять Международную комменцию, здесь, чем суд не хочет тратить свое время на направление судебного запроса в Украину. Кроме того, защита Костенко просила вызвать свидетелей избиение Александра в СИЗО. Однако ходатайство отклонили. Дескать, суд необходимости в этом не увидел. В докложении судебного заседания, по основанию которого заявила защита о том, что необходимо установить лиц, виновных в избиении Костенко, поскольку защита считает, что данные лица являются сотрудниками правоохранительных органов и доказательства, полученные в связи с этим, являются доказательствами и подпытками и не могут быть использованы в процессе. Судебия даже отклонилась. Главный обвинитель, крымский прокурор Няша Наталья Поклонская на заседание не явилась. Вместо себя послала другого работника прокуратуры. Адвокат евромайдановца считает, что Поклонская не хочет участвовать в апелляционном процессе ввиду того, что может его проиграть. Пришел на заседание суда по делу Александра его брат Евгений Костенко надеется на существенное осмягчение приговора. Ожидания были, по крайней мере, скосить срок немножко, хотя бы год-два, по крайней мере, на этой инстанции, на апелляции. Почему они затягивают? Даже не знаю, может это сверху идет как-то там. Открыто критиковать я не могу, но у меня на них вообще никаких надежд. Напомним, 15 мая Киевский районный суд Симферополя признал Александра Костенко виновным в причинении вреда здоровья сотруднику Беркуда в феврале 2014 года и хранении частей огнестрельного оружия. За это он приговорен к 4 годам и 2 месяцам в колонии общего режима. Защита заявила о подготовке иска в Европейский суд по правам человека и подала апелляцию в Верховный суд Крыма, рассмотрение которой перенесли на две недели. Строительство девятиэтажки прямо на виноградниках предприятия Массандра. Напомню, в Ливадии на месте виноградников уже построено несколько многоэтажек. Многие из них оформлены как гаражи. Пресс-служба Массандры сообщает, что застройщик отказывается разговаривать с руководителем ливадийского филиала предприятия и уже начал продавать квартиры в доме по 2-3 миллиона рублей. В Крыму застраивают многоэтажками территорию известного на весь мир винзавода Массандра. Как сообщает пресс-служба завода, строительство ведется прямо на виноградниках. В результате уже уничтожена часть посадок. Строители также запетонировали разворотную полосу для трактора. В междуряде виноградника рабочие установили туалет. На плантации свалка строительного мусора. Квартиры уже распродают по 2-3 миллиона рублей. С новым руководителем филиала Ливадия Александром Кирюшкиным руководители строительства разговаривать отказываются. Руководство Массандры обратилось в службу госстроенадзора Крыма, которая пообещала провести проверку по факту застройки. Однако на сегодня всемирно известному бренду угрожает не только она. В прошлом году Массандра, напомним, была национализирована оккупационными властями. А в феврале винзавод захватила так называемая самооборона Крыма. Окупанты меняли директора предприятия. Таким образом, на полуострове отжали и ряд других украинских активов. Общей балансовой стоимостью свыше 400 миллионов гривен, говорит замминистра агрополитики и продовольствия Украины Владимир Лапа. Землю и имущество теперь пытаются спасти всеми доступными способами. Сейчас мы фактически инициуем и уже в процессе погодения кандидатуры на руководителей этих государственных предприятий, которые будут призначены и перепризначены уже от имени государства Украины. И эти руководители будут дали с нашей Божьей допомогой отстойвать интересы Украины, вернуться к судам. Желающие занять вакансии гендиректоров Массандры и других брендовых торговых марок Крыма должны иметь юридическое образование и опыт работы в аграрном секторе. Правда, в Минагрополитике сразу предупреждают – работать придется на общественных началах, поскольку средств для выплаты зарплат нет, пока винзаводы не вернут под контроль Украины. По этой же причине заводы не могут перерегистрировать на материке. За ними числятся десятки миллионов гривен кредитов, вернуть которые пока невозможно. Между тем, заводами активно занимаются оккупанты. Из последних инициатив – передача части виноградников Массандры новому свету. Журналисты выяснили, что за этим кроются более глобальные процессы и непростые люди. Новый свет, как нам поведомляют специалисты из этих заводов, готовится до приватизации. И, начебто, за этими диями стоит пан Титов, омбудсмен экономичный при Путине, который владелец Абрао-Дюрсо. Там уже прийде приватизация и может перепродаж, перепродаж, и потом судиться в международных судах будет еще набагато сложнее, чем сегодня. Абрао-Дюрсо, напомним, является крупнейшим российским производителем вина. Однако на крымском рынке эта марка пока не укрепилась. Сделать это, видимо, хотят за счет Массандры. Поэтому принимать меры для спасения предприятия необходимо оперативно. Пока еще осталось, что спасать. И в гостях у нас сегодня Александр Лиев, советник министра агрополитики и продовольствия Украины. Добрый день. Здравствуйте, Алексей. Александр Сергеевич, очень приятно вас видеть в этой студии. В сюжете шла речь о том, что ищете кандидатов для руководителей брендовых предприятий. Есть ли такие претенденты уже? К сожалению, их немного. Практически тех, на которых мы уже могли остановиться, их нет. Главная проблема с тем, что в этих предприятиях есть проблема с заработной платой. То есть назначение туда руководителя, кто же ему будет платить зарплату. Здесь нужны скорее такие люди-волонтеры. Деятельность, понятное дело, находится на территории аннексированной. И заниматься здесь нужно больше судами. Поэтому человек должен с юридическим образованием быть. И, конечно, юристы грамотные, волонтеры это в наше время большая редкость. Есть несколько человек, которые отозвались, причем, что приятно с территории Крыма. И мы даже практически приняли решение. Но, как оказалось, несмотря на то, что эти люди готовы сейчас работать и защищать интересы Украины, они уже имеют российские паспорта. И украинские сохранили тоже. Но этот факт не дает нам возможность принять их на работу, так как это нарушает законодательство Украины, наличие этих российских паспортов. Поэтому мы еще ищем. Если в результате нашего эфира будет возможность и появятся такие кандидаты, то на сайте Министерства аграрной политики вы можете найти наши контакты. Будем рады, если кто-то из наших телезрителей примет решение и захотел бы работать в предприятиях, которые находятся на территории аннексированного Крыма, возглавляя эти предприятия здесь. Заниматься нужно в первую очередь это вопросами юридическими. Нам нужно сейчас в судах доказать нашу принадлежность большей части имущества. Нужно оформить иски в европейские суды. Сейчас это в процедуре еще находится. Нужно постоянно следить за тем, что с этим имуществом происходит, подавая постоянно агрессору сигналы, что безнаказанно он не может прикасаться к украинскому имуществу. То есть работы хватает. Но в этом плане еще, наверное, очень помогло бы создание Совета Министров Крыма на материке. Есть ли какие-то шансы, продвигается ли эта работа? Работы, я не слышал, чтобы такая работа велась, хотя в кулуарах между нами, крымчанами, такое обсуждалось не раз. В принципе, несмотря на все наши отношения к российскому агрессору, сразу после референдума было создано Министерство по делам Крыма в России. У нас же это было создано, Государственный комитет был создан лишь в августе прошлого года, а руководитель там был назначен лишь две недели назад. И до сих пор еще мы не знаем, что там происходит, что он там делает. Особо не двигается. Поэтому все лежит на плечах общественников. Слава Богу, крымское волонтерство и крымское общественное движение за украинский Крым достаточно, вот оно набирает только оборотов. Это показывает, что крымчане, вот они и вернут Крым. Никто другой этим заниматься не будет. Это мы должны будем и сделать. Спасить неутопающих делорок самих утопающих. Абсолютно верно. И здесь некого корить. К сожалению, мы, наверное, в какой-то мере его и упустили. Нужно было нам как-то понимать это, чувствовать. Хотя вроде бы и в колокола били, и говорили, и украинскому правительству прошлые годы говорили, что уделите внимание, это непростая территория, необыкновенная, не такая, как все. Ей нужно уделить внимание особое. Ну такое. Совет министров в изгнании, на мой взгляд, помог бы очень многим, во многом решению проблем. Потому что это не только организационные вещи, не только юридические, но и во многом публичные. Нам нужно сейчас публично вместе со всей Украиной разрабатывать стратегию возвращения Крыма. Сегодня такой стратегии внятной нет. До сих пор нет. Как вы относитесь к тому, что часть торговых марок перерегистрировали юридические адреса на материке и, получается, продукцию производят как бы в Украине и как бы в России. И продают, ну… Это касается торговой марки «Инкерман», в первую очередь. Ну, бизнесмен, который арендует этот завод, завод находится в аренде, фонд имущества его сдал, когда-то целостный имущественный комплекс. Бизнесмен из Днепропетровска, у него не было никакого другого варианта, он поступил наиболее проукраинским путем, пошел и перерегистрировал марку здесь, платит налоги здесь. Как? Я не понимаю, как ему удалось там сохранить это производство, чтобы его сейчас у него там не отняли, он сохранил над ним контроль. Это все-таки позиция достаточно, ну, достаточно патриотическая. Мы такие вещи будем поощрять и помогать всячески такого рода бизнесменам. А в свою очередь хочу сказать, что те, кто пытаются сейчас прикоснуться к нашему имуществу, имуществу Украины, которое находится под санкциями, которое находится в Крыму, там мы знаем, что есть такой пенсионат «Мария», который принадлежит Сбербанку России, там пытался залезть на территорию «Массандры», и там уже пытались вот они там оттяпать кусочек. Мы тут же даем такие ноты, в том числе и Сбербанку России, что, ребят, вы там не шутите с этими вещами, потому что имущество под санкциями, вы получите достойную обратную реакцию. Мы обратимся во все европейские страны, где есть ваше представительство и где ваше имущество попадет тогда под арест. Самое смешное, Алексей, что мы не можем никак это сделать в Украине. То есть в Украине нет санкций по отношению к агрессору. Сегодня спокойно работают на территории Крыма и Сильпо, и Фуршет, и ОКО, и ВОГ, и другие компании украинских бизнесменов, депутатов, предпринимателей, которые никаких санкций особо не боятся и так далее. Сегодня никакого механизма за работу и сотрудничество с агрессором наказать или хотя бы как-то на это реагировать никакого механизма нет. И Америка, и Европа, и Канада приняли ли такие решения? В Украине этого сегодня нет. Ну, в наше время, к сожалению, уже истекло, поэтому один последний вопрос и просто да или нет. Блокада нужна, экономическая Крыма сейчас? Экономическая, да, но мы должны продолжать общаться с крымчанами, мы должны делать все, чтобы они ездили в Украину, мы должны с ними не разрывать связь. Это наши граждане Украины, которые сегодня обмануты. Мы обязательно вернем Крым, и эти люди будут жить в счастливой и свободной Украине. Спасибо большое. Напомню, в этой студии в гостях был Александр Лиев, советник министра агрополитики и продовольствия Украины. Московские застройщики добрались до Крыма. Некий инвестор облюбовал лакомый кусок – часть Гурзувского парка и уже вырубил там, по словам местных жителей, не меньше 150 деревьев. Строить собираются кафе, цинично назовав его в документах фитоцентром. Гурзувцы возмущены, не было никаких общественных слушаний. Как выяснилось, некая ООО «Гурзувский бриз», действующая в интересах инвестора, сориентировалась сразу же после аннексии Крыма и оформила настройку документы у ялтинских властей. Пример таким застройщикам давно и масштабно показал нынешний так называемый спикер Владимир Константинов. Больше 10 лет назад его фирма «Консоль», тоже прикрываясь фитоцентром, отобрала у Никитского ботсада прибрежные земли. Безостенчивый захват с нарушением закона одобрили на самом верху коррумпированной власти Украины. Там закрыли глаза на то, что земля входила в заповедный фонд, и ее назначение можно было изменить только указом президента. Ни прокурорские проверки, ни уголовные дела не помогли. Так появились многоэтажные отели и коттеджи. Все для развлечения и отдыха богатых. Была уничтожена часть единой экосистемы ботсада. Вот так захватчики земель представляют себе фитоцентры. Варварская вырубка деревьев Гурзуфи. Территорию парка возле спортивной площадки поселка пытаются застроить московские инвесторы, решившие возвести тут кафе. Местные жители возмущены. Вырубку начали без извещения общественности. Атласские кедры, кипарисы, крымские сосны. Люди высаживали тут своими руками 60 лет назад. Буквально за 15 минут выкорчевали около 20 деревьев на оползневом склоне. Возмущенные гурзуфсы потребовали выезда на место самопровозглашенного главы Крыма Сергея Аксенова. В результате позавчера мы увидели, что сносят и валят. Наши люди увидели, что сносят. Мы прибежали сюда. Нас было 8 женщин. Мы бросались под этот камаз, груженный ветками. Трактор стоял, бульдозер, который тут же заравнивал эти пеньки. Корни вырывали. Нас, конечно, тут и матом. Они нас приняли как хозяева. Вырубку организовала ООО «Грузузский бриз», которая планирует возвести в парке так называемый фитоцентр. По словам местных жителей, фирма связана с ялтинским депутатом, предпринимателем Вадимом Нестеренко. Самопровозглашенные ялтинские власти вырубку согласовали. Фирма ее компенсирует. По подсчетам гурзуфцев спилено уже около 150 деревьев ценных пород. Аксенов пообещал проверить застройщика. Сейчас мы установим, кто-то срубил. Их сюда пригоним, вот под конвоем. Они посадят назад все деревья. Это я вам обещаю. Даже без вариантов. Это вообще надо поторвать голову просто по такой же картине. Поэтому я вам еще раз говорю, обещаю, что вопрос вот там. Все весь остановлен, на этом тема будет закрыта. Все компенсирует. Прокуратура проведет сейчас проверку. Если краснокнижные деревья вырубили, возбудят уголовные дела. Но застройщик утверждает, у них все законно. Однако инвестора не называют. Но из Москвы приехали его представители и юрист. Само же ООО «Гурзуфский Бриз» фирма, занимающаяся розничной торговлей. Ее гендиректор Людмила Кузнецова утверждает, что бумаги на застройку были оформлены в марте 2014 года, после оккупации Крыма. И это трехсторонний договор о строительстве фитоцентра и общественного туалета. Да, мы пришли в Крым зарабатывать. Мы коммерсанты, мы предприниматели. Но с другой стороны, наш проект несет за собой очень много социальных функций. Но люди не хотят изучать этот вопрос. Они говорят, что мы все купили. Купили власть, купили экологов, купили всех. По данным гурзуфских активистов, застройщик начал сбор подписей посельчан в свою поддержку с подкупом людей. Представитель инвестора утверждает, подкупа нет, а гурзуфцы сами вызвались собирать подписи. Адвокат застройщика Сергей Нудлер угрожает активистам судебным иском. Но люди не сдаются. Сегодня приехал юрист, представитель Москвы. Как нас пугают некоторые граждане о том, что суды будут вестись три года, а мы дураки и должны согласиться на строительство площадок или же фитоцентра. Это же все прекрасно, для красоты. Мы задали вопрос застройщику, что такое фитоцентр. Она нам сказала, это кафе вкусной и здоровой пищи. Никакого, никаких уступок временному правительству, никаких. Активисты гурзуфа обратились к ялтинским властям с требованием отзыва депутатов горсовета Романа Деркача и Вадима Нестеренко, лоббировавших за стройку. Они заявляют, если их требования остановить строительство и наказать виновных не услышат, готовы снова бойкотировать стройку и обращаться в международные инстанции. Стройка приостановлена до 10 июля. К этому сроку должна закончиться прокурорская проверка. В Николаевке продолжают рушиться пляжи. Каждый год море понемногу отвоевывает себе территории. Но в этом году обрушилась еще и часть центральной лестницы к морю. Власти отремонтировать и обустроить пляжи не успели, денег на это нет. Большим количеством отдыхающих Николаевка тоже похвастаться не может. Осторожно, обвал. Табличка новая, проблема старая. В Николаевке часть пляжей в аварийном состоянии. Сейчас ситуация усугубляется из-за деятельности соседних крупных пансионатов «Энергетик» и «Восход». По словам местных оккупационных чиновников, именно из-за строительства волнорезов в этих пансионатах морское течение изменило направление и стало разрушать поселковый пляж. Разрушение берега пытаются остановить. Работает кран, поднимает бетонные плиты. Опрошенных нами местных жителей опасное соседство нисколько не заботит. Вот и море. Я там не лежу с ребенком. Нет. Как отдыхаешь? Нормально, но я местная, так что не нормально. Люди есть в курортах? Если честно, не сильно, но есть все равно. Приезжают. С веселья приезжают и местных включают. На поселковом пляже также с недавних пор появились насыпные волнорезы, груды гигантских камней. Это соседи привезли и самовольно выгрузили. Снова не на камеру поясняет чиновник из постсовета. Соседний пляж уже без обвала. Старый недострой пейзаж явно не украшает, но зато налажена уборка мусора. Люди в своей массе отдыхом довольны, хотя не без проблем. Наталья Кушнарева приехала с 36-летним сыном-колясочником. Ему море недоступно. По этому вопросу она даже обращалась к поселковым властям. Издалека приехала и Галина Мазикова с Северных Курил. Считает, что Николаевка даже лучше Ялты. Хотя есть недочеты. Тут пляжи не устроены. Вот кабинку только вчера поставили переодеваться. Даже душика нету, просто обмыться. Как-то я была на Азовском море, там просто на пляже стоят водичка обмыться. Ну почему нет? Восторг и радостный настрой отдыхающих не разделяют лишь местные жители. Сезон, несмотря на разгар лета, все никак не начинается. Закрыты многие магазины, общепитские курортные сферы. Серьезных касс свои никогда не делали. На хорошую выручку в этом году, надеяться, не приходится. Большого туриста в глаза здесь еще никто так и не видел. Это вся информация на сегодня. Вы смотрели программу Крымлиф. Программу о том, как сейчас живут крымчане в оккупации или в вынужденном отрыве от малой родины. В студии работала Алексина Дрогань. Увидимся на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok